В селах не хватает узких специалистов, а ездить в Приморскую столицу за несколько километров. Не каждому, особенно пенсионеру, под сил. С поездом Забота с этого года отправился в село онколог. С собой он везет два новейших диагностических аппарата. Из пограничного района Нелли Булатова. Щитовидка первая, что проверяют у пациентов автопоезда Забота. С утра в два вагончика стоят очереди. Специалистов ждали полгода. Татьяна Орещенко на диагностику пришла впервые. Говорит, что краевые врачи делают все. От УЗИ сердца до анализов на гормоны. Хотелось бы, чтобы нас посещали почаще такие врачи. В нашей больнице врачей недостаточно. Не все имеют какие-то квалификации. Конечно, уровень, я думаю, что краевых врачей немножечко по ступенькам будет выше. В пограничный район поезд Забота приехал с новым аппаратом и врачами-онкологами. Приморцев из глубинки проверили на наличие опухолей. Светлана Кирилюк проводит исследования молочных желез. Проверку таким маммографом могут пройти даже беременные и пожилые. Он абсолютно безвреден. Очень отличается от других методов исследования, которые проводились ранее. Это рентгеновская маммография и УЗИ молочных желез. Чем аппарат интересен? Тем, что он абсолютно безвреден. То есть здесь нет ни рентгеновского излучения, и ни других каких-то инвазивных, неспецифических факторов, которые могли повлиять на организм, на клетку. На бесплатный прием каждый день приходят сотни жителей. Их осматривают ладивостокские хирурги, гинекологи, стоматологи, терапевты. Делают УЗИ и берут анализ крови. Но в этот приезд автопоезда пациентов меньше, чем обычно. Задача врачей – выявление онкологии на ранних стадиях. Именно это напугало многих. За два дня пребывания в пограничном районе на прием к краевым врачам пришло более тысячи человек. Сейчас автопоезд отправится в Октябрьский район, а к концу июня осмотр смогут пройти в Уссурийском и Надеждинском районах. Панорама.